Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. Практически все предупреждения и прогнозы Майкла Бьюри оправдались. Самый известный из них это предупреждение о крахе 2008-го. И сейчас он предупреждает, что крах только начинается, и он будет еще кровавее, чем то, что мы уже видели. В сегодняшнем видео мы рассмотрим некоторые из его прогнозов, но что еще важнее, мы посмотрим, что было в прошлые разы в похожих ситуациях, когда инфляция и правительственный долг были такими высокими. Так мы поймем, насколько были ужасными крахи в прошлом и насколько ужасным может быть крах, в котором мы сейчас находимся. Также мы попробуем понять, когда лучше всего покупать так, чтобы не получить очередное дно в подарок. Ну, конечно же, усреднение по доллару никто не отменял. Итак, давай начнем. Квартальное падение фондовых рынков может стать худшим за последние два года, в некоторых случаях за последние 14 лет. Только с начала этого года тот же S&P 500 потерял более 20% своей стоимости. И кто-то подумает, что это очень хорошая возможность купить. Но вспомни, что это падение происходит с очень перекупленных уровней. И сейчас я покажу доказательства, почему рынки еще не достигли своей справедливой цены. Майкл Бьюри известен не только своими прогнозами, но и тем, что постоянно удаляет Твиттер. Но интернет помнит все, запомни это. Что мы видели на протяжении этого падения? А то, что называется бычьими ловушками и отскоками дохлой кошки. Все эти краткосрочные ралли цены биткоина постоянно заканчиваются еще более агрессивными его распродажами. Множество людей попадает в эти ловушки и теряют еще больше, чем могли потерять. И вот этот твит Майкла Бьюри как раз об этом. Сейчас он, скорее всего, уже удален. Он написал, отскоки дохлой кошки самые эпичные. 12 из 20 дневных взлетов цены NASDAQ происходили на 78% падении от пика цены в 2000 году. Да, ты понял правильно. Одни из крупнейших взлетов рынков оказывались всего лишь отскоками дохлой кошки на падающем рынке. И это все ловушки. Поэтому не поддавайся эмоциям на таких отскоках. Жди устойчивого тренда, а не лови эти краткосрочные прыжки. 9 из 20 самых масштабных дневных взлетов цены S&P 500 происходили во время 86% падения от пика цены в 1929 году. Великая депрессия в 1929 году была самым масштабным крахом рынка в истории человечества. Но что интересно, даже во время того краха на рынке наблюдались отскоки дохлой кошки. Некоторые из них даже продолжались несколько месяцев. Как ты видишь на этом графике. Но это не означало, что медвежий рынок был уже закончен. После того, как этот отскок дохлой кошки отыгрывал, продолжалось падение. Но если ты все равно подумал, что покупать на таких отскоках очень даже неплохо, Майкл Бьюри поделился еще большей мудростью с нами в следующем твите. Вот что он написал. В 2009 году S&P 500 достиг дна на 30% ниже, чем в 2002. В 2002 он достиг дна ниже на 17%, чем в 1998. А в 1975 году S&P 500 достиг дна на 10% ниже, чем дно в 1970. Если мы возьмем среднее число, то выходит следующее дно S&P 500 должно быть на 15% ниже дна в марте 2020. А это около 1862 долларов за S&P 500. Учитывая, что сейчас S&P 500 стоит более 3700, кажется нам есть еще куда падать. Исходя из анализа Майкла Бьюри, S&P 500 может упасть еще практически в два раза. Да, конечно, история не может гарантировать будущее, но мы можем изучать исторические движения и предполагать, что будет в будущем. Многие скажут, что во время бычьего рынка мрачные прогнозы Майкла Бьюри все никак не могли оправдаться. Но подумай, сколько раз он был прав. Он не только предсказал крах в 2008 году, он также предсказал и крах даткомов, и даже падение мемных криптовалют. Также он спрогнозировал перекредитованность криптовалюты и, как следствие, ее обвал. Ну и, конечно же, самый свежий его прогноз – это пузырь индексов. То есть таких индексов, как S&P 500, NASDAQ, Dow Jones и другие. Майкл Бьюри предупредил, что все они будут падать. Это и происходит прямо сейчас. Но это только лишь верхушка айсберга. Я провел больше времени, копаясь в этих вопросах так долго, чтобы разобраться во всех исторических процессах на рынке. Я сделал это для того, чтобы понять, когда лучше всего и когда безопаснее всего покупать. И хотя на первый взгляд кажется, что я превратился в какого-то заядлого медведя, на самом деле это не так. Я вижу большие возможности в том, что нас ожидает. Ведь только на крахе можно заработать бознословные богатства. Давай же закопаемся в это поглубже, ведь это будет интересно. Итак, с чем сравнивают нынешнее положение вещей на рынке? Конечно же, с 1970 годом и тогдашней стокфляцией. Так что же случилось с рынками в 1970? И какие уроки мы можем из этого извлечь? Итак, в 1968 году S&P 500 рухнул на 36%, как мы видим на этой диаграмме. Но мы также и увидели в 1973 еще большее падение на 48%. В ноябре 1980 S&P 500 упал на 27%, а в 1987 случилось то, что называется черным понедельником. Тогда S&P 500 потерял 34% стоимости. В 1990 году он потерял еще 20% стоимости. И, наконец, самые свежие его крахи случились в 2000, 2007 и 2020 годах. Это минус 49, 56 и 34% соответственно. В среднем S&P 500 терял около 34% стоимости во время своих падений. На данный момент, как ты помнишь, этот индекс потерял около 20%, поэтому справедливой цены, похоже, все еще нет. И у меня есть еще множество доказательств этого. На историческом графике S&P 500 мы видим, что в 1970 индекс рухнул с 800 пунктов до менее 300 пунктов. Это падение более чем на 50%. При этом с 1972 по 1982 годы мы увидели медвежий рынок, по итогам которого S&P 500 упал еще в два раза. Ты можешь подумать, ну окей, минус 50%, это достаточно плохо, но не настолько катастрофично, как прогнозируют некоторые. Но знаешь, что меня действительно беспокоит? Это то, насколько большой сейчас долг. В 1970-х он тоже был большим, но ни в какое сравнение не идет с тем, каким он является сейчас. Сейчас все намного хуже в этом плане, чем тогда. И это не просто спекуляция, это факт, обрати внимание на этот график. Это общий долг, выраженный как процент от ВВП США. Что было в 70-х? Мы видели этот долг в районе 30-35% от ВВП. Сегодня же долг составляет 125% от ВВП. Это в 4 раза больше. В то же время процентные ставки в 70-х достигали 20%, сейчас это 1,75%. И многие скажут, нет никакого способа сегодня поднять ставки до 20%, и я с этим соглашусь. Но возвращаясь к долгу, сейчас он в 4 раза больше, чем тогда, а значит нам хватит роста процентных ставок не до 20%, а до 5%, что в 4 раза меньше. И теперь самое интересное, если мы достигнем этих 5%, то мы увидим самую настоящую боль на рынках. Очередная ложь, которую нам пытаются продать, это то, что потребители потребляют как раньше, а может даже и лучше. И вообще потребители чувствуют себя просто замечательно и никак себя не ограничивают. Не знаю, о каких потребителях они говорят. О среднем классе, рабочем классе, может быть о своих друзьях из банков или коллегах из правительства. Ну да, возможно, правительство и банкиры и чувствуют себя отлично, но вот для обычных людей все намного хуже. И это на самом деле легко проверить с помощью такого индикатора, как коэффициент личных сбережений. Этот коэффициент отображает долю доходов, которые люди откладывают. Итак, посмотри, в 1970-х годах этот коэффициент достигал 10%. В 1975 году он достиг пиков 17%. Но где же сбережения сейчас? Мы видим тотальный коллапс сбережений населения. От пиков в апреле 2020 года мы пришли к полному краху этого показателя. Коэффициент сбережений составляет сейчас всего лишь 4,5%. И это почти самое низкое значение за последние 60 лет. Почему это происходит? А все из-за рекордной инфляции. Людям приходится влезать в свои сбережения, чтобы справиться с растущей стоимостью жизни. Они не просто тратят всю свою зарплату, но и влезают в свои сбережения и кредиты ради выживания. Мы видим, что из-за этого долги по кредитным картам также взрываются. Но центральные банки по всему миру рассказывают об этом как о чем-то хорошем. Мол, посмотрите, какие классные потребители. Они активно тратят свои денежки и постоянно берут кредиты. Нет, ребят, это совсем не классно. Наоборот, это должно быть для нас большим сигналом. Потребители буквально вынуждены брать эти долги, чтобы справиться с ростом цен на все подряд. И рано или поздно это приведет к тому, что банковские счета людей в итоге обнулятся, а потребители обанкротятся. И это приведет к тому, что те, у кого есть что продавать, будут продавать. Это потянет за собой крах рынков, возникновение новой великой депрессии. Я не хочу, чтобы ты воспринимал это как мое медвежье настроение. Нет, я хочу предупредить всех. Если ты не услышишь меня, ты ничего не будешь делать, это приведет тебя к катастрофе. Я совсем не получаю удовольствия от того, что я говорю, но я должен это говорить. У меня есть коллеги и друзья, которых этот кризис уже задел. А приближающаяся депрессия заденет еще больше, и в том числе меня. И эта депрессия создается центральными банками. За обнищание миллионов никого не посадят и не накажут. Поэтому я просто хочу, чтобы меня услышали, чтобы услышали и были готовы к тому, что нас ждет. И времени на это остается все меньше. И последний график, который я хочу тебе показать. Это коэффициент Шиллера. Отличный индикатор для определения рецессии. Когда этот коэффициент высок, это означает, что акции переоценены. Сейчас он находится на отметке 29 пунктов. Среднее же значение составляет 15,87 пункта. Как ни странно, исходя из этой метрики, фондовые рынки все еще переоценены, несмотря на падение. Я хочу подчеркнуть, что эта депрессия, которая приближается, касается не только Соединенных Штатов Америки, хоть и данные мы берем оттуда. Это глобальная депрессия, которая коснется всех участников мировой экономики. И каждому придется делать жесткий финансовый выбор. Либо оплатить долги по карте, либо купить еды, либо заплатить за коммуналку. Но взгляни на ситуацию шире этих заголовков. Это заденет в том числе и всех новых пенсионеров. Это бэби-бумеры, которые выйдут на пенсию. Которые работали десятки лет для того, чтобы увидеть, каких накопления за 40 лет обесцениваются на их глазах. Каких накопительные и инвестиционные пенсионные планы рушатся. Когда ты смотришь на деньги на экране, то понимаешь, что это не просто цифры. Это энергия и время, которое человек вложил, чтобы эти циферки там вообще оказались. Это фактически их жизни. Годы их жизней. Деньги, которые они теряют, это время, которое они в них вложили. И уже никогда не получат обратно. И да, я очень надеюсь, что рынки восстановятся в ближайший год-два. Но исторически мы видим, что рынки могут не восстанавливаться 10 и даже 20 лет. Почему? Потому что когда инфляция низкая, у центральных банкиров есть все возможности стимулировать рынки. Печатать деньги и понижать процентные ставки, что и приводит к росту рынков. Что ж, они и понижали эти ставки десятилетиями, и сейчас они больше не могут этого делать. Поэтому, скорее всего, восстановление рынка займет время. Многие ютуберы говорят сейчас, не волнуйтесь, рынки восстановятся, инвестируйте и ждите 10-20 лет, и все будет хорошо. Я с этим даже соглашусь. Когда тебе 20-30, ты можешь позволить себе подождать какие-то 10 лет и получить все, что хочешь. Но старшее поколение не может себе этого позволить. Им придется продавать часть своих активов, чтобы просто жить дальше, что будет приводить к дальнейшему падению активов. Более того, даже более богатые представители среднего класса, которые зарабатывают более 100 тысяч долларов в год, признались, что живут от чека до чека. Таких представителей среднего класса оказалось 36%. Ты сейчас, наверное, пишешь, да если бы я получал 100 тысяч долларов в год, у меня было бы все просто супер. Возможно. Но дело в том, что даже им приходится урезать расходы. Может, у них оказалось много долгов, кредитов. Возможно, они покупали какие-то дорогие тачки или слишком много путешествуют. В общем, как ты видишь, эта инфляция становится настолько жесткой, что касается каждого. Но что это значит конкретно для тебя простыми словами? Вкратце, изучая историю, мы можем сделать вывод, что среднее падение рынков во время медвежьего тренда составляет 35%. Но сегодня мы наблюдаем не просто какой-то медвежий рынок, а самую, что не есть, стокфляцию. Такую, какая была в 1970-х. И если мы вернемся в 1970-е, то узнаем, что рынок упал приблизительно на 50% тогда. Но опять же, долг тогда был в 4 раза меньше, чем сегодня. 30% от ВВП тогда против 120% от ВВП сегодня. Так что я вижу здесь два сценария. Но сразу же хочу предупредить, что я не провидец, и это уже просто моя спекуляция. Я ведь просто какой-то рандомный парень на ютубе. Не самый лучший экономист, финансист и так далее. Просто делаю какие-то разборы и ничего больше. Итак, лучший сценарий для этой рецессии – это падение рынков на 30-35%. Напомню, что S&P 500 уже упал на 20%. Худший сценарий, если повторится 1970-й. И если ФРС США продолжит поднимать процентные ставки до 5%. Тогда мы можем увидеть падение рынков на 50-70%. Интересно, что ставки в 4% не хватит, чтобы побороть 8% инфляцию. Для того, чтобы побороть инфляцию 8%, необходима процентная ставка выше 8%. Даже боюсь представить, что тогда будет с рынками. Напоминаю, я не хочу кого-либо пугать или разжигать панику. Я здесь, чтобы помочь тебе понять, что происходит в мире. Начни копить деньги, найди способы диверсифицировать заработки. Найди новые увлечения, получи новые умения. Все для того, чтобы остаться хотя бы на плаву. А меня зовут Богатейщий Ди. Увидимся в новых видео. До скорого.